Валерий Курасов Тема сегодняшней лекции – «Идеология». Идеология. Кто-нибудь может рассказать, что такое идея? Что-нибудь, где-то слово… Есть такие, которые первый раз слышат слово «идея»? Нету. А что такое идея? Мысль. Мысль, да? Вот. На потолке висят лампы. Это идея? Да, некоторые говорят… Вот те, которые говорят «да», те восприимчивы к той рекламе, которая дает «Икеа». Есть «Икеа», а есть «Идея». А какая идея? Пойти в «Икеа» и обеспечить им прибыль. В этом идея. Сегодня солнечная погода. Это идея? Нет. Это не идея. Это мысль, конечно. Всякая ли мысль – идея? Не всякая. Не всякая. Ну, всякая идея – мысль. Но не всякая мысль – идея. Так, вот уже хорошо. А какая же мысль является идеей? Это вы так скромно говорите, чтобы никто не услышал специально. Ну, мысль, которая в чём за собой последствия. Мысль, которая? В чём за собой последствия. Ну, не знаю. Ну, а люди призываются, где есть. Можно, если что-то новое? Новое. Вот студент, если ходит на голове, это новое или старое? По-моему, новое. Значит, мысль. Мысль, которая отвечает на вопрос «что делать?», то есть там мысль, которая направлена на преобразование действительности и побуждает преобразование действительности, называется «идеей». Даже вот пойти в буфет, купить там пирожок и съесть – это уже идея. А если сказать, что сегодня хорошая погода, это не идея. Мыслей очень много, идей гораздо меньше, а хороших идей ещё меньше. Поэтому, когда говорят, что люди есть идея, это значит, что искали, искали и что-то нашли подходящее. Поэтому это вот, во-первых, нужно различать среди всяких мыслей, которые мы можем высказывать бесконечно. Скажем, можно судачить два часа, и там может не быть никакой идеи. Можно, так сказать, слушать телепередачу, там тоже может быть никакой идеи. Показывают, как кто кого убивает. В чём идея? Чтобы я кого-нибудь пошёл убил. Чтобы вы кого-нибудь пошли убили. В чём идея-то? Чтобы вас не убили. Так это не идея. Что это телевизор, они на самом деле убивают. Тоже не идея. Это мы и так знаем. В чём идея-то? Нет идеи. То есть можно сделать целый фильм без идей. И так далее. И вот когда мы с вами в начале лекции говорили о фейербаховском материализме, он чем отличался? Это описательный материализм. Он отражает мир. Вот я сейчас смотрю и могу описать. Вот аудитория, 45-я. Она наклонная. Наклонная, чтобы студенты могли видеть преподавателя, а преподаватель мог бы видеть студентов. И чтобы и тем, и другим было удобнее. В ней специальные кресла. На каждом кресле есть впереди столик, который можно поднять, чтобы записать. А можно опустить, когда нечего записывать. И так далее. И можно дальше продолжать описывать цвет. Нет стен. Зелёный. И мне напоминает как. Знаете как? Совершается убийство. Приезжают полицейские. Начинают описывать труп. Лежит там, сям. Потом вот запнулся полицейский. Никак не может написать. Хотел написать, что голова отдельно от других частей тела лежит на поребрике. И забыл слово поребрик. А ему протокол надо написать. Он писал, голова, голова, голова. Откатил голову на асфальт и голова на проезжей части. И решил проблему. Тут какие-то были идеи? Нет. Это идея была убийца, допустим, если он кого-то убил. Это идея была у него взять и убить. Как это называется в уголовном кодексе? Умысел. Одно дело вы взяли из 15 этажа, выбросили утюг. А там проходил человек. На него утюг упал. И убил человека. Это называется убийство по неосторожности. Когда вы выкидываете из 15 этажа там утюги, кастрюли, поварёшки. Сковороды. Поварёшкой вы не обязательно убьёте, а сковородой. Большой вероятностью. Это всё по неосторожности. Ну и, соответственно, в уголовном кодексе прописано, что дают. Если вы одно и то же деяние совершаете, но по неосторожности. Это меньше дают. А вот если вы умысел, умысел, вы специально выкинули. Видели, я прохожу. И, возможно, вы не знаете вообще ответа на вопрос. А я, возможно, у вас буду экзамен принимать. То вы как бы под видом случайности бросили утюг и попали прямо в меня. Надо доказать умысел. Вот бьются следователи. Доказать умысел. Говорит, да нет, это я просто гладила, гладила. Потом стало мне горячо. Я быстренько выкинул и утюг. И он случайно в вас попал. Или как один грузин объяснял, что вот к нему пришёл сосед. А я, говорит, как раз в это время арбуз срезал. И корочка лежала на полу. И вот этот сосед запнулся на эту корочку и прямо попал на нож. И так семь раз. То есть, когда что-нибудь хорошее делают, обычно говорят, это вы сознательно делаете? Или умышленно, если вы какую-то дрянь делаете? Тогда умышленно уже говорят, не говорят сознательно. У вас умысел или замысел? И в том и другом случае есть идея. Это в одном слов, вредная такая идея – умысел. А в другом какая-то созидательная идея – что-то создать, сотворить. Ну вот, тем самым мы выделили из всей сферы мыслей, из всей совокупности мыслей, сферу идей. Это такие мысли, которые побуждают к действию. Но до этого мы с вами изучали общественное сознание, и знаем, что общественное бытие отражает общественное сознание. Раз общественное бытие отражает общественное сознание, то если общественное бытие противоречиво, то и общественное сознание тоже противоречиво. Но если в экономическом бытии борются противоположные классы, и эти противоположные классы имеют противоположные интересы, то, следовательно, представители этих классов, и тем более идеологи и организаторы соответствующих классов, и партии этих классов, они отстаивают идеи и проводят в жизни идеи прямо противоположные. То есть не может быть в сфере идеологии единой идеологии, а есть идеологии противоположные. Вот берём современное буржуазное общество, например, Россию. В современном буржуазном обществе какие классы есть? Буржуазия – раз. Буржуазия – одна, если она только одна, она уже не буржуазия, правильно? Пролетариат. Пролетариат – два. Всё? Средний класс. Ну, а в средний класс. Как он называется-то? Интеллигенция. Интеллигенция – не класс. Интеллигенция служит или тому классу, или другому, кто больше заплатят, или по идеям, соображениям. Как называется этот средний класс? Мелкой буржуазии. Кто такой… Как определяется мелкой буржуазии? Кто такие мелкие буржуазии? Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А раз он работает на рынок, у него какая цель? Получить стоимость больше. А желательно прибавочную стоимость, если ему удаётся нанять каких-то работников. Пока, если он нанимает, но получает доход от найма работников меньше, чем доход от собственного труда, он не буржуа. Правильно? То есть он уже эксплуатирует работников, но эксплуатация составляет меньшую долю, доход от эксплуатации составляет меньшую долю его совокупного дохода. И вот, когда он эту черту перевалил, когда доход от эксплуатации чужого наёмного труда превышает доход от собственного труда, он уже не мелкий буржуа, а маленький буржуай. Серьезно эта разница? Ну, потому что много он ещё пока не получил, поэтому буржуай маленький, но он уже не мелкий буржуа. А мелкий буржуа – это тот, который прежде всего трудящийся. Или мелкий буржуа – так у него плохо с торговлей, что он нанялся ещё и работает. И от наёмного труда получает больше, чем от этой всей торговли и от своего этого мелкого бизнеса. А он кто? Рабочий. А потому что надо брать то, что даёт ему основную массу дохода. Чем он живёт прежде всего? С наёмным трудом? Или своим собственным трудом? Или чужим трудом? Эксплуатация что называется? Вот вас берём. У вас родители есть? Есть. А они вас кормят? Кормят. Так вы чьим трудом живёте? Молчит. Чё, не кормят вас родители? Так, значит, в определении эксплуатации, обратите внимание на слово, чужим неоплаченным трудом. Присвоение чужого неоплаченного труда. Но чужого. А родители – это же свои люди. Поэтому родители, родители могут кормить детей до пенсии. Это не будет считаться эксплуатацией. Армянское радио спрашивает, кто такие сволочи? Армянское радио отвечает, сволочи – это родители, которые не содержат детей до пенсии. Значит, люди, которые живут за счёт эксплуатации, стремятся к присвоению в буржуазном обществе большей суммы прибавочного труда. А люди, которые живут своим трудом, если это мелкие буржуа, у них всё-таки цель-то производства – стать настоящим буржуа, не мелким, не остаться мелким, а стать настоящим. То есть у них цель производства такая, но на пути у них стоят перекупщики. Вот, например, человек завёл две или три коровы, и вот мучается с ними и издаёт молоко. Как вы думаете, какая закупочная цена литра молока? Ну, поскольку он сможет продать молоко? Вот он будет работать, работать, денно и ночь. Коровы, они не по будильнику встают, а вот, к сожалению, встают они полпятого. И телята встают полпятого, не особенно разоспишься. А если ты их не накормишь полпятого, они будут мычать, орать, спать не дадут. Хуже, чем всякий будильник. А если он, не дай бог, этим мелким бизнесом занялся и козлят завёл, то они, когда маленькие, они будут скакать, прыгать, заскакивать на стол, на стол, на кровать. И это никакой жизни не будет. А маленькие эти самые овцы, то есть ягнята, они будут тихо молчать, и жат, так жалобно на вас смотреть, ты прямо умираешь, как они, то есть, жалобно смотрят. Ну, невозможно жить, невозможно человеку. И вот он раз пошёл продавать то, что он добыл. Что он дал? Или шерсть, или мясо, или молоко. Ну, сколько стоит литр молока? На рублей семьдесят. Рублей семьдесят, да? Почему? В магазине. В магазине. В магазине. В магазине рублей семьдесят, а он, закупочная цена порядка двадцати... От этого двадцати одного до двадцати семи рублей. Ну, вот двадцать один рубль он получит. А те люди, которые молоко не производят, получат остальную часть. Она делится на две части. Это молокоперерабатывающее предприятие, которое как его перерабатывает? Ну, как? Вот поступило молоко у вас, вы привезли молоко шестипроцентное. Это слишком жирное молоко. Слишком жирно будет вам пить молоко шесть процентов. На сепарацию его. Одновременно пишем в рекламу, чтобы объясняли, как полезен кефир по полтора процента. Раньше, то, что в результате сепарации получалось, сепарейт, отделение жирного, жирные части, то есть сливок от молока, вот эта оставшаяся часть, ее везли обратно и поили телят. Телят. Поэтому называется обратно. Такое слово употребление. Ну, а сейчас этим кормят девушек и молодых женщин, чтобы они думали, что это средство похудения. А если воду взять, то тем более. От нее точно уже не растолстешь. А дальше, а дальше, а дальше начинается само производство молока. Скажем, молоко произведено в Петербурге. Видели, чтобы коровы тут гуляли? А пишется на бутылках, произведено в Петербурге молоко. А как оно произведено? А, в общем, просто сепарировали и потом подлили сливок в то молоко, которое однопроцентное. Сколько? А сколько надо? Вам 2,5-2,5%? Пожалуйста. Коров таких нет, у которых ходят, гуляют, а у них на боках написано 2,5%. Или коров, где написано 3,2%. Нет. Вот подлили сколько надо, получили это молоко. И вот при этом получается, что если так делать, то получается много молока. Еще и сметана, еще и сливки. А из той части, в которой сливки можно делать сливочное масло, идет всякого рода переработка. А на выходе, значит, надо, чтобы в сети еще взяли это самое молоко. Вот они когда возьмут и продадут, то получается так. Больше всего получают сетевые магазины от всей суммы цены молока. На втором месте идут молокоперерабатывающие предприятия. Ну, а те, кто сдают молоко, собственно говоря, натуральное, они, как всегда, в конце цепочки, они получают меньше всех. И еле-еле сводят концы с концами. Вот. То есть такая получается система. Итак, значит, в нашем обществе есть три вида таких крупных группы социальной, три вида лиц, отличающихся по положению в производстве, буржуазия, мелкобуржуазия и рабочие или пролетариат. А какие есть виды идеологии? Сколько идеологий у нас в буржуазном обществе? Я думаю, что у вас это точно своя. Насчёт каждого. Если под идеологией понимать смесь обрывков невыученных курсов и каких-то идей непродуманных и вычисленных, неизвестно как и неизвестно откуда, то можно сказать, что такая помесь всяких знаний. Но это ещё не идеология, правда? Идеология заотвечает на просто, что делать. А тут это не соберёшь из кусков-то. Надо же как-то решить, что делать. Последовательных идеологий. Сколько последовательных идеологий? Около 10, думаете? Класса 2 противоположных, а идеологии 10. Сильно. Прирост большой. Почему 10-то? И откуда может быть 10, когда классов всего 2? В буржуазном обществе основные классы – это буржуазия и рабочий класс. А мелкая буржуазия, у него есть и те интересы, и те интересы. Вот одни интересы выражены буржуазией, потому что в интересах буржуазии делать то, что бы делала мелкая буржуазия, чтобы стать настоящим эксплуататором. Правильно? С другой стороны, это трудящиеся мелкой буржуазии. Значит, рабочим классом выражено то, что бы делала мелкая буржуазия, как трудящиеся. Поэтому идеология мелкой буржуазии, то есть система идей, которая отвечает на вопрос, что делать у мелкой буржуазии, она кашеобразная. Там есть и то, и то. Поэтому, если кто наблюдает кашеобразность в своих выступлениях, значит, он пока еще стоит на позициях мелкой буржуазии, непоследовательной. То есть это как бы он трудящийся, за что мы его хвалим. И в то же время у него и буржуазная идея, за что тоже в нашем обществе многих хвалят. И даже говорят, молодцы. А вот вы не бежали быстро, и, наверное, у вас нет завода. Почему у вас нет завода? А вот Абрамович быстро бежал, у него прямо нефть, прямо рекой разливается. Наверное, он на стройке работал, и вот, сверхурочно работал, и получил завод. Или Лисин, например, у которого 17 миллиардов долларов, который считается директором Новолипецка, он же и хозяин металлургического комбината. И здесь вот целый ряд компаний в порту ему приезжают. И на Черном море тоже. Он, наверное, тоже на стройке подрабатывал, и на эту сумму и купил вот эти все заводы. Или Пугачёва сенатора, вы, наверное, слышали про такого? Сергей Пугачёв. Член Совета Федерации, у него в собственности был Балтийский завод. И Северная верфь, которая производит боевые корабли. Ну, и Балтийский завод ещё ледоколы атомные производит. У вас есть на атомный ледокол деньги? Нет. Нет, а что вы? А у Пугачёва были. Правда, у него забрали теперь? А у вас остались деньги, какие у вас были. Никто вас ничего не забрал. Вам повезло. У Пугачёва ещё и банк был, межпромбанк. Откуда такие деньги? Как говорит нам товарищ Путин, Владимир Владимирович, у нас амнистия капиталов. До пяти лет назад отсчитываем и дальше не спрашиваем, откуда там деньги. Почему? Да потому что приватизация проводилась незаконным путём. Это всем известно. Амнистия капиталов называют потому, что как бы уже не капиталист виноват, а капиталов. А капитал может быть виноват? Фабрика виновата. Не я виноват, который владелец фабрики, а фабрика виновата. Фабрику надо и наказывать, а меня не надо наказывать. Поэтому амнистия капиталов, а не амнистия капиталистов. А что такое амнистия? Это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть преступление имеет место, а от ответственности государство освободило. Ну, если бы вы забрали целый завод, чего на вас? Если бы вы что-нибудь, пирожок украли, вот мы вас тут засудили. А вы пирожок же забрали, а целый завод. Вы уважаемый человек, гражданин. Это опора наша. Как мы вас будем отбирать? Вы сами у меня что-нибудь отберете? Вы отберете, а что же завод у тебя будет? А? Отберете, а что же завод у тебя будет? Действительно. Как что, будет мой завод? Не беспокойтесь. Отобрали же у Пугачева завод? Только как у него отобрали? Балтийский завод его, на нем долги висели. Ну, приезжал туда Владимир Владимирович, рабочую забастовку там устроили против Пугачева. И взяли и перевели все средства производства как бы в другой завод, который называется ООО «Балтинвест». ООО «Общество с ограниченной ответственностью». И всех работников туда перевели. А тот завод балтийский, юридическое лицо, остался с долгами ни с чем. Он как бы есть, и долги на нем есть, но нету никаких ни денег, ни хозяин, за границей скрывается Пугачев. Его объявили в международный розыск. Беда с тем заводом, а корабли выпускается и выпускается. Какой организация? ООО «Балтинвест». Ну, такие маленькие приемы такие. Или как Ходорковский сделал. Вот, допустим, он должен заплатить 3 миллиарда налогов. У него богатство колоссальное, он получил от народа. Только народ ему не давал, он сам взял. В этом смысле от народа. Забрал, отнял. И вот, значит, 3 миллиарда он должен оплатить в городе Москва, где юридическое лицо было зарегистрировано. А могу я соединиться с другим предприятием, вот скажем, вот этой его компанией нефтяную, соединиться с каким-нибудь маленьким предприятием на Урале лесное там есть такое. Имеет право? Имеет. Он соединился. А это инвалидское предприятие. И название вообще взяли такое, какое-то у инвалидского предприятия. Можно так сделать? Сделал. Что получилось? Все. Не надо платить 3 миллиарда. Красота. Но как-то это вот расценили как мошенническую схему, и попал он за чету, и шьет там варежку. Потом его выпустил Владимир Владимирович под честное слово, что он шуметь не будет, в политику лезть не будет. Так ему разъяснили друзья немецкие. Потом он решил опять заняться политикой, тогда на него опять завели уголовное дело, и опять он затих. Ну, если товарищ не понимаете, мы объясняем. Как объяснять? Если вы не понимаете, на вас заводятся уголовные дела, и вы тогда лучше понимаете. Что тут непонятно? Так что вот, что касается мелкой буржуазии, позиция у него противоречивая, интересы противоположные, и поведение мелкой буржуазии непредсказуемо в целом. А в то же время в целом понятно, что часть мелкой буржуазии будет выступать и поддерживать рабочий класс во всех ситуациях, когда какое-нибудь столкновение или противоположное действие совершается. Другая часть будет поддерживать буржуазию. Причем он вчера поддерживал рабочий класс, завтра будет поддерживать буржуазию. Или наоборот. Батю Кумахно помните? Ну, не лично вы знакомы, но помните, он был такой, что первая пуля, а первая пуля и так далее. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вот он то к красным примкнет, то к белым примкнет, то сам по себе ни красный, ни белый и так далее. Поэтому вот, так сказать, он как раз выражал эту позицию мелкобуржуазную туда и сюда. Или берем художественное произведение. Тихий дон. Главный герой. В Красной армии воевал? Воевал. Григорий, да? Мелихов. А в Белой армии воевал? Воевал. А где закончил? В Красной или в Белой армии? А? Неправда ваша? Неправда ваша? В Белой. Как, почему? А вот, наверное, товарищ Шолохов изобразил, как было. Бывало и такое, или не бывало? Что начинаешь в Белой, кончаешь в Красной. А бывает наоборот. Начинаешь в Красной, кончаешь в Белой. Ну, так было в романе. Закончилось там. На этом основании оказалось немало писателей, которые начали писать во все правительственные инстанции, что товарищ Шолохов написал Белогвардейский роман. Вы тут, наверное, чтобы вас не обвинили, вы сразу так, так, решили подкрасить, чтобы он все закончил в Красной армии. Немножко в действительности подпудрить. Потому что сложнее там Белое, Красное, Белое. Чего? Он же изначально был офицер Белый. Да, а потом был в Красной армии. А закончил? А закончил-то в Белой армии. Ну. И вот на него и написали. На Шолоху, конечно, не на Григория Мельхова, поскольку это просто вымышленный герой, но герой, который, так сказать, выражает то, что было. И вот товарищ Горький устроил встречу. Алексей Максимович Горький, товарищ Сталин и товарищ Шолохов. Товарищ Сталин прочитал роман Шолохова и сказал Шолохову, хороший у вас роман, будем вас печатать. И, так сказать, на этом гоняние против Шолохова, которое пытались устроить некоторые писатели, ретивые карьеристы, закончились. А в жизни такое бывает. Хочу вам привести еще пример. Анатолий Иванова, знаете, такой крупный писатель, был в то же время главным редактором журнала ЦК ОЛКС «Молодая гвардия». Если вы не читали, то, наверное, видели фильм «Вечный зов» телевизионный по сценарию Анатолия Иванова. Или тень исчезает в полдень. Или отец и сын. И вот там есть такая фигура Полипова. этот Полипов был первым секретарем райкома, потом председателем исполкома, а потом пошел в войну служить фашистам. И был там Федор, который был в Красной армии, никуда из Красной армии не уходил, ни в какую белую. А в войну тоже пошел на службу к фашистам. А был там Иван, которого несправедливо посадили в тюрьму, и который отсидел. И пришел снова в свою деревню, отсидев, и зла на советскую власть не питал, но знал, что от имени советской власти действуют люди, которые на самом деле противники советской власти. И такие в соответствующих органах были. И не могли не быть. Потому что, если классовая борьба в обществе есть, то она пронизывает все составные элементы, части этого самого и структуру этого общества. И государство в том числе. Одно время некоторые шумные товарищи шумели, что надо напечатать вот всех, кто участвовал в осуществлении репрессий в газете «Ленинградская правда». И начали печатать. Как начали печатать, так появились протесты против того, чтобы это печатали, потому что среди тех, чьи фамилии были напечатаны, было очень много знакомых фамилий тех, которые кричали, что давайте печатать имена палачей. Родственников оказалось много, ближайших, которые как раз и занимались незаконными репрессиями. И поэтому свернули это печатание, и, так сказать, давайте не будем печатать. Вопрос. Ну и мы начали, так сказать, с мелкой буржуазии. А у кого последовательная позиция? У последовательной позиции, во-первых, у буржуазии. Значит, какая у него, значит, с чего она вытекает? Какое положение у буржуазии? Буржуазия существует за счет прибавочной стоимости, за счет чужого неоплаченного труда рабочих. Значит, надо эту эксплуатацию сохранить, желательно навечно, правда? И усилить. Вот если бы вы были буржуа, вы бы инфляцию осуществляли или нет? Я бы тоже. Вот мы с вами бы осуществляли инфляцию, если вы любите, но там без нас это делают. А некоторые бы, под видом, что они за рабочих и что у них противоположные позиции, требовали бы вместо инфляции индексацию обязательно проводить. Обязательную индексацию. А что такое индексация? Знаете, что такое индексация? Кстати, меры вопроса. А цены вообще у нас растут или не растут? Кто сказал? Вы сказали? Вы видели это? Что, смотришь на сцене и так вот это и растет, да? Дорогой товарищ, цены у нас не растут, цены повышают. Повышают. Сами они никогда не растут. Просто бумажку эту выбрасывают и ставят новую. А сами цены никогда... Не надо их обвинять в том, что они растут. Это вам не грибы и не яблони, и не груши. Это цены. Их люди ставят все больше и больше. Цены повышают, они не растут. Разницу видите, нет? Вот вы растете в своем развитии, чувствуется. Вот вы растете, а цены их повышают. И вот индексация, которая прописана у нас в Трудовом кодексе и прописана двояко. В Трудовом кодексе в 130-й статье говорится, государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. То есть государство гарантирует вам, что по мере движения вперед у вас не только не будет падать количество благ, которые вы покупаете на свою зарплату, а гарантировано вам, что оно будет увеличиваться. В статье 134-й Трудового кодекса Российской Федерации, которая так и называется, обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Так прямо и говорится вот в этой статье. Там, в этой статье отмечается, что повышение уровня реального содержания зарплаты включает индексацию. Ну, точно так же, как пятерка включает себя четверку, тройку, двойку, единица и ноль даже включает. Включает – это значит, что если у вас повышается реальное содержание зарплаты, то есть вы на свою зарплату можете все больше и больше и больше продуктов покупать, это реальное содержание. Не что написано, а что вы принесете домой из магазина. Вот некоторые товарищи думают, что вот если потребовать индексацию, то это будет выражение интересов рабочего класса. Ну, до повышения уровня реального содержания, которое раз записано в буржуазном кодексе, они не дотягивают, а вот давайте, говорит, мы потребуем индексацию, все будут за. И что тогда будет? Вот видите, два стола, да? Вот, скажем, этот стол, это будет количество продуктов, которые реально получают на заработную плату рабочий класс. А вот этот стол, это прибавочная стоимость, то есть тот доход, который получают работодатели, капиталисты. Значит, мы, как некоторые думают, что они идеологи рабочего класса, мы потребуем, что вот эта величина, вот каждый год она сворачивается, ну, вот в этот раз 12% было инфляции. Значит, сколько у нас украли денег? 6%. Почему? Потому что она не сразу же так вот, треугольничком, а не прямоугольничком, не сразу вот отняли, а постепенно так, чтобы некоторые товарищи наверху думали, что цены сами растут. Так? 6%. А мы раз, индексация, и снова на тот же уровень, который у нас был в самом начале. Такой же стол. То есть, мы требуем, чтобы вот эта вот сумма, благ, которая у нас есть, никогда бы меньше не была. Ну, и больше, чтобы не была, раз мы требуем индексацию. Что мы требуем, мы не отказываемся от того, чтобы жизнь наша улучшалась, оставалась все такой же. Каждый раз она будет уменьшаться с ростом цены, а в конце года выводиться на уровень прошлого года. Потом опять уменьшаться, выводиться. И вот мы будем сначала страдать, что цены растут, потом радоваться, что нам зарплату проиндексировали. С одной стороны, сволочи, которые цены повышают, с другой стороны, спасибо родному правительству, которое обеспечивает индексацию. А кто это делает-то, повышает? Что, само, что ли, повышается? Сами это вообще, затраты-то вообще у нас растут или падают? Затраты на единицу продукции с ростом производительности труда растут или падают? С ростом производительности труда конечно падают. Затраты всегда. В какое время? Во все времена. При первобытном общенном строе затраты падали, когда мы переходили от собирательства к тому, чтобы там с помощью палок уже сбивать что-нибудь. Потом ножи каменные вытачивали. При рабовладении уже начали всякие механизмы использовать. Ну, как вы думаете, какие строительные сооружения, архитектурные сооружали в Греции, в Риме, до сих пор памятники стоят? Это что, вручную? Их просто много рабов стояло? Или что-то они применяли? Ну, по нынешнему времени нам бы много-много собрали бы гасарбайтеров, чтобы они поднимали вот эти колонны Исаакиевского собора, потому что одному Монферрану было тяжело. И вот, значит, таким образом производительность туда растёт, а тут как раз это с позиции какого класса разъясняют, что затраты все растут. Поэтому цены приходится повышать. Не потому приходится повышать, что я у вас из кармана хочу денежки достать. И у вас хочу достать. А потому что объективно, вот видите, особенно это видно по цене на нефть, цены на нефть падают, а бензин... А бензин не из нефти делает? Нет? То есть, на самом деле с вас берут вот эту прибыль, которая получается за счёт роста производительности труда, забирают, а во-вторых, накидывают ещё под предлогом, что затраты растут. У кого? У вас. У вас и растут. Цены-то ведь повышаются, и поэтому, когда вы пойдёте в магазин, затраты у вас и вырастут. Вот и доказательство, что затраты растут. Итак, вот эту часть товарищи-идеологи рабочего класса некоторые зафиксировали и, так сказать, стоят, насмерть стоят, чтобы это было. И сейчас даже депутаты Карельской думы вносят в думу законопроект об обязательной индексации. Вообще, всё, что написано в кодексе, всё обязательно, только ответственности никакой. Ответственности? Никакой ответственности нет. Но если хотели обязательно, надо было сказать в уголовный кодекс до пяти лет, если вы не обеспечиваете. Или 50 миллионов с фирмы. Нет, это они не додумались до этого. Ну, хорошо. А что тогда вторая часть с ростом продавительного труда? Это стол такой же останется или он начнёт? Вот он-то начнёт расти. Он-то и будет расти. Правильно? Вторая половина. То есть прибавочная стоимость будет всё время возрастать. Почему? Доля прибавочной стоимости. Да потому что вот эта часть дешевеет, она же одна и та же сумма благ. Она дешевеет с точки зрения затрат труда. А на эту величину затрат труда будет всё больше и больше и больше. Главное зафиксировать эту величину. И тогда норма прибавочной стоимости, то есть норма эксплуатации M делить на V будет вот эти вот деятели, которые выдают себя за идеологов рабочего класса, они на самом деле защитники постоянно повышающейся эксплуатации трудящихся. то есть противники рабочего класса, но выдают себя за друзей и сторонников, друзья народа. Это вам знакомо? И как они воюют против социал-демократов? Вот у нас друзья народа всё время есть. То есть сразу и не определить. Некоторые люди думают, что ну что, стихийное бедствище идёт такое. Хотя некоторые определяют, потому что один вот дедушка пришёл хлеб покупать, да подаёт, денежки. Они говорят, вам это не хватает вам на буханку. Как не хватает? Я вчера приходил, а уже цены уже стали другие. Дедушка забрал все деньги. Говорит, ну ладно, пойду я тогда копить на автомат. Потому что этим повышение цены может ведь народ довести, да? Ну поэтому и написано, что государство гарантирует, всё гарантирует, только чем оно гарантирует? Ну то есть, если вы будете за это бороться, то требования ваши законные. От имени государства, я вам говорю, не только справедливые, но и законные. Боритесь за повышение пенсии, пособий, студентов. Молодцы, давайте. А мы будем смотреть, удаст вам это или нет. Может удастся. То есть, справедливая эта борьба, раз индексации признаётся государством, в законах признаётся, боритесь. Думаете, не боролись студенты? Вот одно время, когда менялось руководство и соответствующая фирма в буфете нашем, вдруг смотрят, все стали в три раза дороже цены. Но наши всё равно историки, они так, с позиции исторической посмотрели, мы ещё не то видели. в такие времена и никак не среагировали. А филологи забушевали и забуянили и в итоге добились того, что теперь появились, тогда появились, сейчас что-то уже не видно, специально на сумму 100 рублей комплексные обеды, чтобы студент мог поесть на 100 рублей. Потом, правда, стали прибавлять 110 уже, и как-то сейчас ещё при очередном преобразовании куда-то это делать или есть. Я уже не замечаю такого, не так ярко не написано. Но постепенно завоевание трудящихся отбирают обратно. Это бывает. Так, вот что ж тогда называть идеологией класса? Идеология класса в данном случае это два класса здесь вот у нас налицо, буржуазия и рабочий класс. это система идей, которые выражают интересы соответствующего класса. Правильно? Вот есть система идей, которая выражает интересы рабочего класса, а есть система идей, которая выражает интересы буржуазии как куда выражает интересы буржуазии национал социализм это реакционная идеология империалистической буржуазии а вы не знаете это национал социализм это фашизм а фашизм в соответствии с решением 7 конгресса коминтерна это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных наиболее шовинистических элементов финансового капитала поэтому национал социализм и это прикрытые разговорами о социализме идеология реакционных кругов буржуазии то есть это буржуазная идеология в ее таком радикальном выражении потому что что это вот вы сейчас будете голосовать прямо сразу вас кто против того сразу придавить это фашизм открытая террористическая диктатура а что значит террористическое ну как вот скажем проводит контртеррористическую операцию на украине правительственные войска украинские что они делают а бьют по жилым домам по детским садам пород домам по центром жизнеобеспечения населения что в ужасе люди были а террор это если ужас вот сеяние ужаса террора не такая вот диктатура буржуазии которая через голосование через избрание через депутатов вы представляете себе как работает банковская система которая сращена с промышленным капиталом вот это называется финансовым капиталом они уже все знают про эту промышленность они знают что надо делать что решать где брать куда направлять и кажется этой буржуазии уже не нужны это все эти настройки на которые только деньги татья там болтают депутаты а мы сейчас сразу решим а кто будет возражать сразу и придавим если надо и убьем если надо и сожжем и сжигали национал социалисты сжигали людей топках ну а какие откуда у вас вопрос кого их отнести куда их отнести к нелюдям просто это не классовый подход почему не людей это люди но это люди которые культурные они же так просто вот не оставят что вот просто будет чита труппы взять поп перестреляли людей а у них же золотые зубы надо вырвать же золотые зубы это сложить да переплавить пригодится для рейха вот а потом волосы волосы тоже могут пригодиться вот человек уже труп а волосы так хорошие надо забрать и делать матрасы вот сюда приезжали тут я встречался с немцами как что это вот так вот выступаете что вот горбачев вот все его считают лучшим немцем а вы так вот его критикуйте я так я и говорю он лучше немец и худший русский а вот насчет демократии говорим конечно мы до демократии до вашей не доросли потому что у вас была такая демократия что вы делали даже абажуры из человеческой кожи а вот мы и это не делали и перчатки мы не делали человеческой кожи извините и как-то не успокоились сразу и такой дальше разговор мирный такой пошел у нас разговор хороший так что станция все тут ясно а вот некоторые заигрывать с национал социализмом как тот же самый лимонов и называет национал большевистская партия что он этим хочет сказать что он этим хочет сказать и посмотрите какое у них как какой эмблемой они пользуются то есть такой же круг и там серп и молот ведь не именно черные но серп и молот там вроде там же не фашистский знак но тем не менее это мотивы там совершенно проглядывать ну правда и запретила их буржуазия наша правильно делал фашизм только себя показал уже как коррекционной идеологии политика настолько реакционные что даже значительная часть буржуазии от него отвернулась что выразилось в решениях нюрнбергского процесса поэтому я думаю что ваша задача то сказать стоять ну по крайней мере на этих позициях и от них уже не откатываться потому что это не значит что фашизма нет в современном мире а как а что делает вот соединенные штаты америки они налетели на ливию заставили других в этом участвовал участвовать стран другие страны нато да и уничтожили государство какое демократическое было гусар демократическая буржуазная демократическая буржуазная демократия и переход к открытому террору империалистической буржуазии финансовый капитал так и называется фашизм а внутри соединенных штатов америки есть фашизм что вы там сначала суд будет если суд присудит что надо к смертной казни кого-то привлечь приговорить приговорили надо исполнить но в разных там демократии в одних штатах на электрический стул посадит строго по закону в других штатах сначала укольчик один сделает веселящий чтобы человек не грустил все-таки жизнь хорошая была потом второй укольчик успокаивающий что делать всякое бывает и последний укольчик окончательно еще и все демократично это все по закону но если вы пойдете сейчас выступать против полицейского тебя прямо застрелить и все но это во всех странах тут ничего фашистского нет это обычное дело при буржуазной демократии на это и выдают соответствующие не только водометы но и пулеметы и прочее если будет какие-то столкновения тут столкновение будет с внутренними войсками внутренней войска для чего я борюсь с внешним врагом или с внутренним врагом ясное дело внутренним так что нас это недавно не должно удивлять всякий класс защищает свои позиции вас нас должно это удивлять как вы считаете по моему это нормально всякий господствующий класс с помощью своего государства которые из машины носили для проведения его политики я проведение в жизни его интересов с помощью этого государства он отстаивать свои интересы а вы нападаете на эти интересы значит будете вы столкнетесь с организованной силой государства а как иначе что касается класса который не господствует данном случае рабочего класса но он то и у него идеи есть какие не выражаете его интерес а в чем его интересы состоят вот мы разбирали вопрос о политике да политика состоит в чем что это классовая борьба за завоевание удержание и осуществление государственной власти но для буржуазии первая часть решена завоевать не надо есть власть значит надо только осуществлять эту власть и удерживать удерживать и осуществлять и все но для рабочего класса для того кто не имеет власти него три соответственно но нет такого класса который бы не стремился установить свою диктатуру правильно всякая власть всякое государство это диктатура господствующего класса соответственно если эти классы по положению противоположны в производстве если их интересы противоположны то есть системы идеологии этих классов тоже противоположны то есть нет единой идеологии а есть две идеологии пролетарская и буржуазная и третья идеология в современном мире имеется ввиду не выработало человечество вот если вы возьмете феодальное общество там конечно можно сказать что феодальная идеология есть а насчет крестьянской идеологии надо идеология не доросла просто там нет никакой системы идей такой стройный правда нету системы идей нету есть отдельный чего бы хотели крестьяне доброго царя какая была идеология у степана разина или у емельяна пугачева например такая же только царь что был добрый и тяготы были бы меньше а что там предлагался дугое какое-то устройство общество нет правильно что делать на вопрос что делать даже лидеры этих народных движений ответить не могли поэтому вот если вы берете феодальное общество там говорите какой-то там идеологии как системе стройной системе научно выработанной нельзя я думаю тоже самое можно сказать о рабовладельческом обществе у рабовладельцев конечно система взглядов была очень простая раб это говорящее орудие значит он не может ни в чем участвовать его нельзя допускать никаким демократическим процедурам его можно убить в любой момент по воле хозяина если он беглый можно убить вернуть хозяина я можно отдать ему и пускай сам убьет а может не убьет это его дело потому что раба можно и он говорящий орудие все но какой-нибудь такой рабы выработали идеологии противоположные нет конечно как и выработать будущее работ поэтому вот можно сказать что в ходе изменения классов и структуры общества со временем получилось так что когда уже борьбу вели рабочие классы начали между собой и буржуазия то системе идеологической общественном сознание образовались и действовали две идеологии и действую и идеология пролетарская идеология буржуазны это не значит что не может быть совпадений каких-то правда могут быть цепко не скажем выгодно буржуазии рабочим класса одно и то же может быть такое может быть вот скажите просто развитие производства в год на буржуазии выгодно потому что с С развитием производства она получит больше прибыли. Развитие производства выгодно рабочему кладу? Выгодно. Например, вот то, что записано в трудовом кодусе, то, что я цитировал. Повышение уровня реального содержания зарплаты. Если повышение уровня реального содержания зарплаты будет на такой же процент, на какой выросла производительность труда, то вот две части эти, которые я обрисовывал. Одна часть – это то количество материальных благ, которые уходят на зарплату, на ее покрытие. А вторая часть – это покрытие прибавочной стоимости. Если они одинаковым темпом роста растут, с ростом производительности труда, то есть повышается реальное содержание зарплаты, и прибыль растет. Это же возможно? Возможно. В этом случае норма эксплуатации сохранится. Это выгодно буржуазии. Ну, была 100%, и остается 100%, что плохого. А и рабочие довольны у них растет, и буржуазие довольны. Поэтому вот этот пункт, он особенно в сопротивлении буржуазии. Когда решался вопрос о разработке Трудового кодекса, принятии Трудового кодекса, он и в Думе, то есть в которой, безусловно, большинство мест имеет представителей буржуазии, он не вызвал такого какого-то сильного отторжения. То есть как-то умная буржуазия должна понимать, что если она хочет, чтобы ее прибыль быстро росла, что нужно делать? Надо повышать реальное содержание заработной платы. Что тогда будет? А тогда будет, что рабочий класс будет все больше приобретать в магазинах продукции, а больше будет приобретать, быстрее из полок будут уходить продукты, товары. А быстрее будут с полок уходить, в магазины будут заказывать производству новые товары. И быстрее будет развиваться экономика. Вот мне приходилось одному из генеральных директоров, генеральному директору первой севидорной компании, рассказывать, что вот увеличение прибыли совместимо с ростом зарплаты. Вот если вы обеспечите уровень производительности труда, что это будет означать? То есть, что доля зарплаты в издержках производства сократится. Правильно? То есть, вот было соотношение прибыли и зарплаты, вот выросла производительность труда, значит, стало больше продуктов. Значит, в единице продукции меньше теперь доли зарплаты. Если, скажем, было 100 продуктов, а теперь выпускается 200, значит, зарплата, которую получают работники, распределяется не на 100 товаров, а на 200. Значит, доля зарплаты в единице продукции в два раза меньше. Если доля зарплаты в два раза меньше, значит, и издержки производства сократились. Значит, появился дополнительный доход. И этот дополнительный доход можно распределить между буржуазией и рабочими, чтобы выросла прибыль и выросла зарплата. И толковые руководители, представители буржуазии, понимая свои интересы, состоящие в том числе в том, что рабочие старались и дальше повышать производительность труда, от этого будет зависеть их прибыль. Они так и делают. Соглашаются на это. Хотя неохотно, но соглашаются. А другие думают, что надо выжимать. Ну вот если... Мне приходилось в Думе во время обсуждения кодекса объяснять товарищам думцам, почему надо принять такой кодекс, где будет повышение уровня реального содержания зарплаты. Я прекрасно понимал, что там сидят но не рабочие и не крестьяне. Поэтому им доказывать, что в интересах рабочих и крестьян вряд ли стоило в этой аудитории, по крайней мере, в той, где мне приходилось выступать. Притом я им объяснял, что вы хотите быстро скакать на коне, так вы коймите его не гнилой соломой, а дайте ему овса, и вы получите и скорость, и шею вам никто не сломает. А так он упадет, и вам шею сломает, а себе, может, и не сломает. Так что лучше вам принять. И они, в общем, и поняли, и принимали. Поэтому мы не можем сказать, что тут вот нет каких-то других решений. То есть, если это противоположные классы, то они находятся в единстве. А раз они находятся в единстве, то есть есть такие вопросы, в которых вот есть единство. В частности, вот по вашему вопросу, который вы подняли, по вопросу о фашизме. Значит, вспомните, товарищ Сталин и Советский Союз, который был социалистической страной, боролся с фашизмом в единстве с двумя империалистическими странами, крупнейшими, Соединёнными Штатами Америки, которая обогатилась за войну очень сильно, между прочим. Но все остальные поиздержались, кроме США. США рассталась со своими долгами, и наоборот пришла к тому, что ей теперь должны. И Великобритания, в которой возглавлял, как известно, антикоммунист Черчилль. Но антикоммунист Черчилль, ты сражался против фашизма или нет? И организовывал. А что, не было конвоев? Когда рискуя своей жизнью, английские моряки доставляли вооружение, продовольствие, и, скажем, то, что нужно для нашего производства военного, в наши северные порты, в тот же Архангельск-Мурманск. Было такое? Было. Это мы можем забыть? Не можем забыть. Значит, в борьбе с фашизмом, который влияет в такую форму диктатуру буржуазии, которая в целом, как выяснилось, невыгодна буржуазии, поэтому от неё буржуазия отказалась, потому что она поняла, что это угрожает существованию самой буржуазии. Ну, между прочим, так и получилось. Вот если бы Гитлер не затевал эту войну, то не получилась бы целая система социалистических государств. Как долго от неё буржуазия освобождалась? Смотрите, была и Чехословакия социалистическая, и Польша, и Венгрия, и Болгария, и Румыния. А это здесь ещё вот один, значит, бесноватый взялся с этой своей фашистской идеей. А чем кончилось? Национал-социализм у него не получилось, а социализм получился в Европе. В целом, в ряде стран. В результате того, что люди поднялись на борьбу с фашизмом. Поэтому надо, как считает современная буржуазия, не надо и никакого фашизма. Это вот, скажем, американцы на экспорт только, а у себя они его не устраивают. Очень хорошо. Все приходят на выборы, голосуют, кто побеждает на выборах. Ну, кто побеждает? У кого деньги, тот и побеждает, у кого деньги. В буржуазии она и побеждает всегда, без исключения. Почему? Потому что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Вот мы сказали, что противоположные идеологии в обществе. А господствуют не две, а одна всегда. Пожалуйста. Народническая идеология, это идеология мелкой буржуазии, где, так сказать, наша страна пойдет своим путем, самобытным, у нас есть община, а это западнические теории, к нам они неприменимы. Это вот идеология мечтателей, оторванных от реальной жизни. В это время Владимир Ильич Ленин был в ссылке как раз с 70-го, три года после того, как его подсидел один год в тюрьме по делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса. И вот у него оказалась докторантура, такая аспирантура, на три года в селе Шушенском. Поскольку он дворянин, то ему приплачивали больше, чем другим ссыльным. И он сидел и писал книгу о развитии капитализма в России, в которой доказывал, что никакого третьего пути нету, что у нас не только нет, а уже наше крестьянство идёт по капиталистическому пути. Давно. И у нас в деревне не просто крестьянство, у нас есть батараки наёмные, рабочие, сельскохозяйственные. У нас есть кулаки, то есть буржуазия, сельскохозяйственная, и мелкая буржуазия, середники. Вот что у нас есть. Поэтому после этой работы дискуссия с народниками закончилась. И сами они закончились, как такое распространённое идеологическое течение. Мелкобуржуазное течение народничества. Вот. А что такое мелкобуржуазное течение? Вот они по форме вроде, они за трудящихся, они за народ, дескать, мы пойдём другим путём, а другого пути-то нету, и они обманывают народ, и тем самым замедляют историческое развитие, замедляют освобождение крестьян. От кого получили землю крестьяне? От эсеров, которые ближе к народникам были, и которые красиво назывались, между прочим, социалисты-революционеры. Ну чего там у этих большевиков? Какая-то РСДРП-Б. Чего это такое? Российская, социал-демократическая, рабочая партия, непонятно что. И программа у большевиков была, отрезки, которые отрезали, так сказать, феодалы его, вернуть крестьянам. Ну, слабая такая программа, вроде, в первой части. Во второй части они слабые. Обобществить сельское хозяйство. и прекратить, собственно говоря, вот это мелкобружазное производство и сделать крупное социалистическое хозяйство на селе. Но! Но большевики понимали, что они же не могут пойти против крестьянства. И поэтому они, наоборот, пошли навстречу требованиям крестьянства и забрали эсеровскую программу, реализовали, а эсеры нет. А кто реализовал? Большевики. И разделили всю землю. И это потом прошло проверку в гражданской войне. Кто был в Красной армии в большинстве? Рабочие или крестьяне? Красной армии? Ну, крестьяне были в большинстве. Мелкие буржуа. В Красной армии основную массу составили мелкие буржуа. А в Белой армии одни белоговорящиеся в большинстве или крестьяне? В Белой армии тоже. Кто? Мелкие буржуа. А почему Красная армия победила? А потому что вот Белая армия, а именно Деникин, вот шёл на Москву и по мере своего движения отнимал землю, которую дали крестьянам, большевики, и вешал крестьян. И вот он отнимал и вешал, отнимал и вешал, а крестьянин взял и повернулся от него. Уже почти вот всё, дошли до Москвы. Завтра Москва пойдёт, и Деникин будет в Москве, и, так сказать, власть советская будет низложена. Ну, всё остановилось. Крестьянин повернулся. В каком смысле он повернулся? В Белой армии он неживо воевал за интересы белогвардейцев, а в Красной армии он очень активно стал воевать против белогвардейцев. В итоге Красная армия разгромила и сбросила. Ну, Красная армия, кто был в Красной армии? Мелких буржуа. И сбросила их в море, и они уехали в другие страны. И всё на этом. Потому что... Почему это так получилось? А по одной простой причине, что рабочий класс как прогрессивный класс выражает интересы всего трудящегося населения. Не потому, что они лучше, умнее там и так далее, по своему положению в производстве. Почему? Ну, как рабочий класс может улучшить своё положение, если у него дети будут не накормлены, если сельское хозяйство не будет развиваться, если деревня будет в загоне. Это невозможно. Поэтому для того, чтобы рабочий класс был классом, который осуществляет свои коренные интересы, он должен поднимать сельское хозяйство, а следовательно, он должен заботиться об улучшении положения крестьян. Раз. Второе. А как интеллигенция? Вот сколько было разговоров у нас вот уже после 90-х годов, что вот, так сказать, вот надо улучшить положение интеллигенции, выделить больше денег для науки, образования. Что мы видим? Мы видим, что пока рабочий класс был у власти, рабочий класс был заинтересован, ну, как класс-эгоист. В чём класс-эгоист заинтересован? Чтобы его дети были обучены, чтобы он был здоров, и дети были здоровы, и жёны были здоровы, и мужья, чтобы были здоровы те, кто работает. Правильно? Как можно представлять себе осуществление интересов рабочего класса, если у тебя будут болеть? Значит, медицину надо развивать. Медицину развивали, образование развивали, культуру надо развивать. Музеям деньги надо давать, театрам надо помогать. А сейчас, говорит, идите, делайте платное всё, идите, собирайте деньги из народа. Поэтому дело не в том, что какой-то отдельный рабочий лучше какого-то отдельного буржуа. Вот, например, такой буржуа, как Энгельс, очень хороший. Всё плохого, можно про него сказать. И сам хорошо, так сказать, развивал науку в интересах громадного большинства народа, прогрессивные идеи развивал. И Марксу помогал. Или что вы можете сказать, допустим, против тех дворян, которые были декабристами? Это же прогрессивные люди. Прогрессивные. Они по положению кто? По положению они феодалы, реакционеры, по положению, а по своим действиям, по своей линии. Они пошли на жертвы, на смерть пошли для того, чтобы освободить крестьян. Идеи у них какие были? То есть идеи, они, конечно, придерживались, идеи буржуазных, более передовых, чем их класс. То есть это люди, которые смотрели дальше своего класса и своего времени. И поэтому в вопросах идеологических не только это вот редкость какая-то, а наоборот, не редкость. А Дзержинский, кто он был по социальному положению? Вот в Москве там память к Дзержинскому разрушили, все спорят теперь, как его восстановить? У нас и не спорят, у нас стоит, и стоит вот на шпалерной. Не видели? Ну, а он кто был по положению? Дворянин. Может, поэтому и стоит у нас? У нас дворянский город же, столица Волопетербург. Как мы можем памятники дворянам рушить-то никак? У нас и цари стоят, вот и Петру стоит, и на Исаакиевской площади стоит памятник царю. Да? Если что, у нас в запасниках еще есть несколько царей припасено, если что, какой поворот будет событий? Там был разговор на площади Восстания не убрать ли, но вроде как все-таки там стела посвящена городу-герою Ленинграду, поэтому как-то не очень смотрится там убирать. Ну, во всяком случае, царю у нас не в загоне. Ну, что это символ Петербурга, Петрограда, памятник Петру. То есть рабочий класс по своему положению, а поэтому по своей идеологии, является выразителем коренных интересов всех трудящихся классов. Обратно неверно. Почему неверно? Почему неверно? Потому что, вот скажем, крестьянство может улучшить свое положение, а в городах будет голод. И все. А что голодные люди делают? Хоть кто там, хоть интеллигенция, хоть рабочие, хоть дети, хоть старики будут голодать. И крестьяну трудно было это объяснить. Вот он после революции взял и вздул цену. Вот есть такие данные, что городской трудящийся получал половину продовольствия на свободном рынке покупал у крестьян, а вторую половину получал от комиссариата продовольствия. За первую половину, за ту, которую он получал на свободном рынке, он платил в 10 раз больше, чем за вторую половину, которую он комиссариат продовольствия. И крестьянин никак не мог. Мой же хлеб. Если сложилась такая конъюнктура в городах голодать, то за самое время обогатиться, согласитесь? Сейчас же купят по любой цене, чтобы дети не умерли, вы же отдадите всё. Правильно? А? Вы думаете, что вторая часть обеспечивалась в 10-10, чем первая? По факту. В истории возьмите, в истории возьмите, записано в истории, у Ленина записано, что от компродок в городах получали одну половину потребляемого хлеба в городах, а вторую половину покупали на вольном рынке, то есть у крестьян. За первую половину платили в 10 раз меньше, чем за вторую. Потому что цены, потому что комиссариат продовольствия по твёрдой цене, установленной государством, продавал и никому не разрешал повышать цену на хлеб. А крестьянин имел право повышать сколько хочешь. Пока не перешли к продоразвёрстке. А продоразвёрстки, когда перешли, и вообще ни по какой цене брали, а брали просто без... Что почему поповал? А чтобы с голода не умереть, потому что от комиссариата продовольствия мало поставляли хлеба в город. Мало, поэтому всем не хватало. Вы... Закончился хлеб, вот вы получили половину, и всё, больше не получите. Приходите в следующем месяце. А жить надо ещё и в этом месяце. Поэтому вторую половину покупали на вольном рынке. Мало, потому что ещё не развернулся, социализма ещё не было. Власть-то была, а социализма-то не было. Откуда у компрода продовольствия? Ну, вот компрод, если он закупал, закупал или продоразвёрстку проводил. Вот и всё. А кому нравилась продоразвёрстка? Поэтому крестьянин не очень любил большевиков. Поэтому он не очень любил, поэтому он долго думал, куда, за кем пойти. А вот когда у него стали уже отнимать землю, которую дали большевики, и когда стали вешать крестьян, вот тогда он окончательно решил, что надо идти. Большевики мне не нравятся, но я пойду с ними. А вот те мне вроде нравились, но я с ними не пойду. Потому что этот вопрос о том, на чьей стороне стоять, он долго и трудно решался в течение гражданской войны. И решился однозначно. И когда вот сейчас начинают рассказывать, что якобы вот большевики направили весь народ. Ну, как большевики 40 тысяч направят миллионы? Никак не направят. Народ вёл свою классовую борьбу. Один класс последовательный, я имею в виду. Рабочий класс. Другой класс последовательный буржуазию. А что касается мелкой буржуазии, она долго колебалась. И более того, от мелкобуржуазности при социализме была. Как вы думаете, при социализме было мелкобуржуазное поведение? Мелкобуржуазии не было. А мелкобуржуазное поведение было при социализме? Вот представьте себе положение социалистического работника. Представили? Он заинтересован в росте общественного богатства? Заинтересован. Потому что, а, будет, во-первых, больше фонд общественного потребления. Бесплатное жильё было? Было. Бесплатная медицина была? Было. Бесплатное образование было? Было. Сейчас посчитали, сколько это будет? Сколько сейчас эти блага составляет? Какой процент доходов современного работника? Получается где-то порядка 52-53%. 56 даже, в некоторых случаях. По-разному. Если фонд распределения по труду тоже возрастает, это выгодно? Выгодно. А если я получу большую долю меньшего пирога? Если он ещё не вырастает, а я больше получу, тоже выгодно. То есть выгодно, если удастся, выгодно и дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше и получше. Согласитесь? Причём я сейчас не говорю о том, плохой человек, нехороший человек. Это объективно выгодно одному и тому же человеку и общий рост богатства или получить просто большую долю меньшего пирога. Положение работника социалистического общества противоречиво. И поэтому такие, такого рода мелкобуржуазные стремления поменьше дать обществу побольше получить от него, об этом прямо идеологи рабочего класса и писали. Ленин писал, что что у нас нет таких людей, которые стараются дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. В том числе и среди наборщиков партийных типографий. Такие есть. И тогда борьба с такого рода мелкобуржуазными попытками дать обществу поменьше и похуже, взять от него побольше, это классовая борьба или не классовая борьба? Классовая борьба – это борьба класса за его интересы. рабочий класс, если ведет борьбу за свои интересы и сталкивается с сопротивлением, он пытается преодолеть это сопротивление. Если это сопротивление состоит в мелкобуржуазных поступках тех или иных работников, в том числе рабочих, он что должен делать? Подавлять эти выступления и подавлять сопротивление, которое оказывают люди, которые так себя ведут. Точно так же, как вот сейчас буржуазии борются у нас в России с попытками не с интереса буржуазии осуществлять, а интересы только личные и свои. Борются или нет? Вот буржуазии с коррупцией борются наши? Ну вот Хорошавина же, который миллиард взятку получил, губернатор Сахалина, его в СИЗО заключили? Судить будут? Будут. А вот замминистра культуры недавно, зам Мединского, поймали на том, что он денежки, которые на реставрацию культурно-исторических памятников в Псковской области в карман себе вместе с целой группой, в том числе руководителем департамента, причём замминистра культуры России, статс-секретарь, жулик оказался. Жулик где сидит сейчас? В СИЗО. О, это он потому что подозреваемый. Ещё же суда не было, он ещё не подсудимый, и тем более ещё не заключённый, ещё у него впереди всё. И что, это редкий случай у нас? Вы читаете газету «Коммерсант», как я вот каждый день покупаю, и каждый день открываю, и каждый день кого-нибудь посадили. А они как грибы новые рождаются. А почему? А в том числе и потому, что буржуазия, она с одной стороны наказывает тех, кто отступает от общих интересов буржуазии. С другой стороны, она создала систему, в которой личные интересы главные. Вот если я иду на государственную службу, а я человек принципиальный или нет? Как вы думаете? А принцип у нас сейчас какой? Приоритет каких интересов? Государственных или личных? Вот скажите мне принцип. Какой у нас сейчас в обществе главный? Приоритет личных интересов. Личность превышающего, правильно? Вот я иду на госслужбу. Сколько я там просижу? 10 лет. Если 10 лет отсижу, пенсия у меня будет не такая, как у вашей мамы. А пенсия у меня будет 75% от дохода по занимаемой должности. Если 300 тысяч я получал, нет, лучше 400 тысяч я получал. и считать легче. То будет сколько? 75%? 300 тысяч. Пенсия будет у меня. А у вас будет сколько? У мамы? 9. Ну, может, до 15 добедется. В крайнем случае. Так. Это во-первых. Во-вторых. Ну, раз я здесь сижу не вечно, а я человек принципиальный, значит, о чем я должен думать? Прежде всего. Если я принципиальный. А принцип у нас какой? Все для личности. То есть я личность же. Я должен обеспечить, как раз пока я сижу на государственной должности, себя доходами. Я обеспечиваюсь. А другие люди так делают, чтобы сильно меня не наказали, если что. Например, Дмитрий Анатольевич, дорогой, который у нас был президентом, он продвинул такую идею, что давайте мы... Ну, чего уголовные дела заводить по взятке? Давайте, вот вы если берете много взяток, мы вас, если поймаем на какой-нибудь взятке, мы вам кратность взятки. Не будем это уголовное дело делать, а просто вы возьмете, отдадите. Допустим, взяли миллион, пять миллионов отдавать будете. И так и сделали. Теперь вот поймали вас на том, что вы взяли одну взятку. Ну, то есть вы как каждый месяц берете по миллиону, а поймали вас на одной. И пять миллионов, как вкатали вам решением суда. Безуголовщины всякое. Просто вы должны отдать пять миллионов. Вы отдали пять. А двенадцать получили за год. Сколько осталось у вас? Семь. Ну, как бизнес? Девенадцать получаешь, пять отдаешь. Ничего, бизнес, ничего. И никого не кошмарит этот бизнес. Все, Владимир Анатольевич боялся, что кошмарить бизнес будем. Да никого не кошмарит это. Ну, что, никого в тюрьму не сажают, забирает. Правда, много забирает. Жалко, конечно, пять миллионов. Но семь же остается. Это взято. А доход это вообще не в счет, который по занимаемой должности. И буржуазия по всему миру борется с коррупцией. По всему миру. А коррупция по всему миру борется с буржуазией. Почему? Потому что, если я стою на буржуазных позициях, у меня интерес состоит в чем? Личное обогащение. Вот в чем мой интерес. Правильно? Личное. Что, я, если вот я пошел на госслуживую, вас, что ли, должен обогащать? Вас обогащать? Да я не до этого туда пошел, дорогой товарищ. Сейчас вам будут сказки рассказывать во время выборов, что они пошли, вас осчастливить. Именно вас, да? А потом время от времени оттуда кое-кого приходится лишать неприкосновенности по просьбе прокуратуры и отправлять еще и в тюрьму. Так что этот вопрос вот остается. То есть класс каждый заинтересован в том, чтобы его интересы осуществлялись. И он, так сказать, пытается некоторых членов своего класса построить так, чтобы они все-таки за общие классовые интересы боролись. Но вот у буржуази это хуже получается. У рабочего класса полегче. Потому что такого нет различия в доходах и в таких деньгах. Вот, скажем, товарищ Реймер, который делал эти самые браслеты якобы для заключенных, чтобы за ними следить через спутниковую систему. 2,8 миллиарда ущерб нанес государству. Кому? Государство – это класс капиталистов, организованный в господствующий класс. И 150 миллионов в служебном кабинете. Вот начальник Федеральной службы сидения, исполнения наказания сидит, получил 150 миллионов наличными. Тут нет больше никого? Еще кто бы получил 150 миллионов наличными? Пока нету. Ну, хорошо. Я не знаю, что кончал, товарищ Реймер. Во всяком случае, праздник был у заключенных очень большой, когда начальника Федеральной службы исполнения наказаний взяли наконец. Вот был праздник. Можете себе представить, как гуляли. То есть, мы не должны так считать, что это, так сказать, все очень без противоречий проходит, без борьбы, в том числе без борьбы класса с теми, кто отступает от его интересов со стороны тех представителей класса, которые отступают. Но в целом, но в целом получается так, что есть всего две идеологии, две последовательных идеологии, которые выражают интересы двух противоположных классов. И третья идеология, писал Ленин, не выработала человечество. Не выработала. И не может выработать, потому что нету такого третьего класса. А вот средний класс, буржуазия мелкая, она просто имеет идеологию причудливую, потому что это мешанина из интересов рабочего класса, из интересов буржуазии. Вот я бы так оценил, например, классовую природу КПРФ. КПРФ партия какого класса? Что такое партия? Кто-нибудь знает политической партии? Что это такое? Не знает. Это какое? За чью власть? За свою власть. Это партия. Что, пять человек собралось и борются за свою власть? Так, это нам придется разобраться с партиями. У нас через перерыв мы разберемся с политическими партиями. Продолжим. Спасибо за внимание. Перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok